Вот так рассыпаются стены, в составе которых поддельный цемент. По мнению экспертов, сегодня в крае каждый второй мешок стройматериала контрафактный. Причем опасность приобрести некачественную продукцию есть не только на придорожных рынках, но и в крупных сетевых гипермаркетах. Последняя проверка показала, что только в Краснодаре в пяти магазинах торгуют фальсификатом. Характеристики материала, указанные на упаковке, по факту не соответствуют действительности, но есть и прямые признаки, указывающие на то, что товар поддельный. На контрафактном мешке с цементом отсутствует адрес изготовителя, производитель данного цемента. Кроме того, отсутствует сертификат соответствия, как вот на оригинальном мешке, где указывается его номер, срок действия, по какой он действует и кто выдал, кто орган, выдавший данный сертификат. Но упаковки должны присутствовать наименование марки и класса цемента, контакты производителей, знак госстандарта. Если информация не полная, лучше отказаться от такого продукта. Качественный цемент получается при смешивании карбонатных и глинистых горных пород или мергеля. Фальсификат состоит из различных примесей, таких как зола и шлак. Их состав может достигать до 60%. Такая смесь не способна выдержать давление стен даже в небольшом доме. Между тем, цемента, который производят в регионе заводы по технологическим нормам, достаточно, чтобы выполнить заказы всех стройплощадок края. Для нас очень важно сегодня, чтобы та продукция, которая производится, она отвечала всем требованиям. И мы, к сожалению, фиксируем сегодня факты наличия на рынке продажи строительных материалов, продукцию некачественную, продукцию контрафактную, промышленную продукцию. Эти объемы оцениваются в порядка 25% от общего объема цемента или в деньгах, например, наши предприятия теряют около 1 миллиарда рублей ежегодно. Но самое страшное, некачественный цемент может стать причиной обрушения зданий. С контрафактом сейчас борются на краевом уровне. В регионе создана специальная межведомственная комиссия, задача которой не только очистить полки магазинов от подделок, но и закрыть незаконных производителей. Продолжение следует...